В эфире телеканала Катунь24. Новости в студии Гурматаев. Здравствуйте. В начале выпуска расскажу о главном. Режим черного неба введен в регионе. В Барнауле и в Бийске по-прежнему ожидается повышенный уровень загрязнения. В крае действует штормовое предупреждение. Почти 17 лет в реку Пивоварка. Время от времени впадает ручей Мазута. В этом уверены жители Барнаула. И недавно произошел еще один сброс. Десятки именитых звезд на красной дорожке и масштабные народные гуляния. Сегодня в Алтайском крае стартует всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». В этом году он приурочен 90-летию нашего знаменитого земляка. Пять проектов по развитию цифровой экономики реализуют в Алтайском крае в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Их обсудили на заседании Президиума Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам. Давайте коротко узнаем о каждом из пяти проектов. Первый называется информационная инфраструктура. Его цель – обеспечить интернетом все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, больницы, ФАПы и школы в городах и селах. Второй – цифровые технологии. Он направлен на развитие искусственного интеллекта, робототехники, беспроводной связи и других сквозных технологий, которые помогут модернизировать традиционные отрасли экономики. Проект «Цифровое государственное управление» позволит упростить для граждан получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме. А вот повышать цифровую грамотность края будут по проекту кадры для цифровой экономики. Предусмотрены федеральные гранты, направленные на поддержку талантов в области математики, информатики и цифровых технологий. Последний проект – информационная безопасность. Он направлен на создание инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки, хранения больших объемов данных, а также использование отечественного программного обеспечения. Виктор Томенко отметил, что работа по национальному проекту организована и край движется в общем тренде с остальными субъектами России. Режим «Черного неба» введен в регионе. По словам синоптиков, помутнение атмосферы вызвано лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. И в Барнауле и в Бийске по-прежнему ожидается повышенный уровень загрязнения. В крае действует штормовое предупреждение. Предприятиям городов рекомендовано сократить выбросы. Если вы находитесь на улице, лучше использовать увлажненные защитные маски. Также среди рекомендаций ограничить дополнительную физическую активность, принимать поливитамины, не проветривать помещение и чаще проводить влажную уборку. По данным регионального МЧС, дымовые шлейфы дошли до Омской области, окутали воздушное пространство над Новосибирской, Томской, Кемеровской областями, над республикой Хакасия и Алтайским краем, а также восточными регионами Ханты-Мансийского автономного округа. По словам начальника Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера управления ГОЧС Анатолия Лагутина, Согласно исследованиям в зоне, где есть даже небольшое задымление, содержание аэрозоли очень большое. Сейчас замутненность примерно в 20 раз больше, чем в обычных условиях. По данным дистанционного зондирования Земли, на территории Красноярского края и Иркутской области наблюдается огромное количество точек вероятного возгорания. Эти точки вы видите на экране. А эти кадры нам прислали жители Иркутска. Напомню, именно там, по данным МЧС, находится один из очагов задымления. На кадрах заметно, что видимость из-за смога всего несколько десятков метров. Также тяжелая лесопожарная обстановка в Красноярском крае. Именно оттуда ветер принес дым в Алтайский край и ближайшие регионы. Жители Красноярска жалуются на то, что трудно дышать, а также тяжело находиться на улице. Почти 17 лет в реку Пивоварка время от времени впадает ручей Мазута. В этом уверены жители Барнаула. И недавно произошел еще один сброс. К нам в редакцию обратился один из горожан с просьбой разобраться в ситуации. Подробности в следующем материале. Этот мазутный ручей истощает неприятный запах по всей округе, бежит прямо по дороге на улице Селькатная и впадает в реку Пивоварка. И так происходит годами. Барнаулец Сергей, мужчина попросил нас скрыть свое лицо и фамилию, уверен, черное густое вещество вытекает от одного из заводов, находящихся возле реки. Три дня подряд, круглосуточно, шоу с разной интенсивностью, поток мазута. Ширина потока 50 сантиметров, не менее, и длина 200-300 метров. Старожилы, то есть здесь много кооперативов, председатели, они все не менее 30 лет, 20 здесь находятся, в этой территории. И они все поясняли, что это бесполезная история. И собственник крайне агрессивно на это реагирует. И могут быть даже последствия неприятные. И собственник чего? Собственник силикатного завода. 22 июля Сергей опубликовал видео с доказательствами сброса мазута в реку в социальные сети. По его словам, через полчаса после публикации на место неизвестные пригнали трактор и мазутный ручей начали засыпать песком. Тогда мужчина обратился в региональное управление Росприроднадзора. На место выехали сотрудники ведомства, взяли пробы и начали собственное расследование. Это не место сброса, это водный объект, это река. В реке могут быть биологические различные ресурсы, гибнут ресурсы. Людям элементарно некомфортно. Вот мы сейчас здесь стоим, мы ощущаем запах определенный, мы чувствуем себя дискомфортно. Результаты экспертизы, которая покажет, каким веществом и насколько сильно загрязнена река, будут известны через 30 дней. По словам сотрудников Росприроднадзора, сейчас еще рано делать выводы, кто понесет за это ответственность. Зато известны штрафные санкции для нарушителей. В зависимости от ущерба эко-среде, штраф может дойти до 350 тысяч рублей. Евгения Князева, Роман Хайрулин, Новости. Десятки именитых звезд на красной дорожке и масштабные народные гуляния. Сегодня в Алтайском крае стартует Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни» на Алтае. В этом году он приурочен 90-летию нашего знаменитого земляка. Церемония открытия традиционно пройдет у памятника «Шукшину» в 13.00, а по красной дорожке около театра драмы «Звезды» пройдут в 18.00. Среди почетных гостей знаменитые российские актеры Виктор Мережко, Мария Шукшина, Анатолий Ковтун, Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Надежда Бабкина, Олег Токтаров, Игорь Жижикин и многие другие. Всего около 40 экспертов, членов жюри, литераторов и звезд эстрады. Завершится фестиваль 27 июля. По традиции на горе Пикет в селе Сростки. Там и гласят победители кинофестиваля. Подарком для всех гостей, а их ожидается более 10 тысяч, станет концерт певицы Марины Девятовой. Международный день бокса отметили в Барнауле. В парке спорта жители города получили мастер-классы от известных боксеров страны Елены Устиновой, Леона Антоняна и Виктора Буденова. Делаем скручивание, локоть направлен на колено и встаем. Аперсходно скручиваем плечи. Попробуем еще раз. Медленно скручиваемся. Очень неожиданный удар. Попробуешь сама? Таким ударом можно сломать противнику нос, но использовать его нужно только на ринге, либо для самообороны. Подобным приемом Виктор Буденный, мастер спорта России по боксу, обучил жителей Барнаула. В Международный день бокса в парк спорта пришли больше 500 человек. Этот праздник зародился у нас в стране, в России, после массовой тренировки по боксу на Красной площади. Президент Ассоциации Всемирной бокса решил, что 22 июля теперь будет Всемирный день бокса. Международному дню бокса всего два года. Несмотря на то, что праздник относительно молодой, празднуют его в двухстах странах. Они входят в Федерацию бокса. Все мы знаем наших героев, наших легенд, именно советских и российских, поэтому для нас, наверное, это вдвойне наш праздник. А бокс уникален, наверное, еще для Алтайского края тем, что действительно работающая правильная федерация, которой многим мы ставим пример. После мастер-классов от профессионалов, те, кто проявил себя лучше всех, стали обладателями новых боксерских перчаток. Также организаторы разыграли среди гостей праздника три сертификата фитнес-центр. И, пожалуй, самый символичный подарок – настоящий боксерский пояс. Анна Муратова, Роман Хайрулин. Новости. Продолжу тему спорта. Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер выиграла золотую медаль чемпионата Европы среди спортсменов до 20 лет. Соревнования прошли в шведском Буросе. Полина уверенно провела весь турнир. Она стала первой и в предварительном забеге, полуфинале и в финале. Спортсменка из Барнаула стала единственной в беге на 400 метров, кому удалось выбежать из 52 секунд. Серебро заработала британка Амбер Аннинг – 52,18 секунды. Замкнула тройку призеров чешка Барбара Маликова – 52,37 секунду. Добавлю, спортсменка из Барнаула выступила в нейтральном статусе, поскольку продолжает действовать дисквалификация российских легкоатлетов. На этом у меня все. Эти и другие новости ищите на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Егор Матаев. Я желаю вам хорошего дня. До встречи в эфире.